привет друзья сегодня мы поговорим о вот таком вот замечательном комплекте фильтров от компании телесин это cpl фильтр nd8 nd16 и nd32 естественно сейчас мы их протестируем что могу сказать тем кто не в курсе и так cpl фильтр это грубо говоря фильтр который устраняет блики и увеличивает контрастность и насыщенность цвета то есть если вы будете снимать какую-то зеленую травку голубое море голубое небо все будет немножко зеленее голубей и тому подобное давайте посмотрим как это выглядит на обычном варианте то есть на обычной съемки gopro и естественно с данным фильтром и и Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, да, фильтр одевается очень крепко, то есть он сделал на такой прорезиненной штуке, то есть никаких проблем у вас с надеванием не будет, любой стороной он одевается, выглядит это достаточно красиво, плюс еще и защищает линзу вашей камеры. Смотрите, у меня сейчас наклеено еще здесь стекло, то есть он одевается еще на стекло, все, что вы видели сейчас в записи, это еще было через стекло. В общем, на самом деле фильтр мне понравился, наверное, оставил бы себе я его. Давайте посмотрим дальше, это ND-фильтры. ND-фильтры, они уменьшают количество света, который входит в ваш объектив, позволяя использовать более широкие отверстия или более медленную скорость затвора. Но в данном случае вы можете снимать против солнца, на солнце, когда очень ярко и т.д. и т.п. Чем они отличаются? Это, естественно, пропускной способностью, да, ND-8, ND-16 и ND-32, самое темное, да. Это специальные фильтры, которые покрыты разными слоями, что позволяет минимизировать отражение. Ну, на самом деле, давайте просто, грубо говоря, посмотрим, как это выглядит на примере всех трех фильтров. Я все заснял видео, естественно, мы сейчас будем одевать этот, этот и вот этот вот. Поехали, смотрим. Поехали, смотрим. Ну что, видео вы видели. Вот такой вот наборчик стоит порядка 1800 рублей на данный момент. Естественно, можно купить три ND-фильтра, один CPL отдельно. Лично я бы, наверное, взял для себя и постоянно использовал лично конкретно CPL-фильтр, который мне реально понравился больше всего. По крайней мере, на GoPro. Если вы будете фотографировать на какой-то фотоаппарат или еще что-то, я надеюсь, что вы не фотографируете на GoPro 9, потому что, ну, это реально какой-то маразм. Можно прикупить другие, либо если вы будете, может быть, на GoPro летать на FPV-дроне, то тогда уже, смотря на каком солнце, на море и где много бликов, тогда уже надо выбирать ND-фильтры. Ну, я думаю, вы сами уже разберете, что лично вам нужно для вашей съемки. С вами был я, Макс, это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok